Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сравним две версии оболочки HyperOS 2. И вы меня спросите, а что их сравнивать, ведь это одна и та же самая оболочка. Но я вам хочу сказать, что сейчас у компании пошла некая дифференциация на HyperOS 2 и HyperOS 2.1, но об этом я вам расскажу в этом видеоролике и наглядно покажу, что нового добавляется в определенных обновлениях. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Что же, перед вами два смартфона. Это Poco F6 и это Xiaomi 15. Казалось бы, с первого такого взгляда, что обе прошивки это HyperOS 2 Global. Но здесь, как вы можете заметить, HyperOS 2.0.2, здесь же у нас HyperOS 2.0.170. Ну и соответственно, та, которая с цифрами 107, будет куда новее, чем вот эта вот. Хотя, если я вам сейчас продемонстрирую в плане наличия нового обновления, то для Poco F6 оно как бы то было доступно, пока я не поменял регион. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Теперь у вас возникает логичный вопрос. Что же нового вот именно в этой прошивке по сравнению с этой? Ну и давайте теперь разбираться. Во-первых, в настройках, как вы можете заметить, у нас в HyperOS 2.1. Ну, опять же, сейчас об этом я также немного расскажу. Почему, в принципе, называют HyperOS 2.1? Потому что именно у нас добавляется новая нумерация сотен. И как бы то, от кого это пошло, не знаю. Ну или же от компании пошло где-то там на форумах, либо еще от кого-то. И называют HyperOS 2.1. То есть, вот в чем как бы логика. Понятное дело, что HyperOS 2.1 было бы правильнее, когда бы нумерация была бы 2.1.107. То как бы да, понятное дело. Ну, а так как бы эту прошивку так охарактеризовали. Получается, у нас по сравнению с обычной HyperOS 2, тут у нас в настройках есть как раздел AI службы. Здесь же у нас этот раздел трансформируется в раздел HyperAI. И получается, пока F6 также этот раздел получит, но в апреле месяце. Вы меня можете спросить, что же тут у нас меняется. И вот вы сейчас можете наблюдать, как же, в принципе, у нас этот раздел трансформировался. И то есть, у нас добавляется и писатель, по сравнению с тем, как в заметках это просто был AI конспект, AI схема, корректура и прочее. По галереи у нас получается, ну, куда более расширенная информация теперь доступна. Хотя, опять же, нет, по галереи тут все идентично. По диктофону, AI субтитрам тоже все у нас идентично, ничего нового не добавилось. И вот теперь еще у нас проявляется AI поиск. То есть, мы сможем выполнять гибкий поиск, потом, допустим, своим файлам, по галереи и прочему. Но пока что он находится в таком спящем состоянии, и лишь только в новых обновлениях стоит его ожидать, когда он активируется. Кроме этого, еще в настройках у нас добавляется раздел, как динамический обои. И к этому мы дальше с вами переходим. Значит, по разделу AI служб, ну, или же, в принципе, искусственного интеллекта, вы поняли, что разработчики решили немного это все переиграть и перерисовать, как это выглядит в китайской прошивке. Далее нас с вами будет интересовать вопрос по персонализации. Получается, что из интересного можно тут найти? Ну, во-первых, вручную можно прикрутить эффекты рабочего стола, то есть, размытие обоев. И вот на Poco F6 вы можете заметить, такой истории нет. Но, как говорится, опять же, это совсем другая история. Далее, получается, если мы с вами нажимаем на редактирование экрана блокировки, как и обычно, у нас тут доступны стили, понятное дело, плюс дополнительно доступен вот такой стиль, который относительно недавно появился. И, кстати, в будущем для восточной эстетики также новые стили проявятся. Но мы с вами возвращаемся в раздел люди, нажимаем настроить и наблюдаем, что вот, допустим, на том же Xiaomi 15 есть возможность скачать динамические обои. Это является еще одной фишкой новой HyperOS 2.0.100. Также, как я уже ранее упомянул, есть еще раздел динамические AI обои. Получается, доступно они сейчас всем, у кого пришла новая прошивка, ну и, в принципе, где они могут проявиться. В этой же прошивке, как вы понимаете, такой истории нет. Но если мы с вами, опять же, убираем Xiaomi 15 и работаем с Poco F6, могу отметить следующее, что для этого устройства в новой HyperOS 2 добавились супер обои. Те, кто смотрели видеоролик сравнения HyperOS против HyperOS 2, я вам там демонстрировал на примере данного смартфона, что он не поддерживал супер обои. Но потом каким-то чудом или как это вообще произошло, супер обои тут проявились и это очень хорошо. Конечно, наверное, уже заезженная тема, но все же, опять же, мы не денемся от этого никуда в плане новшеств. Это новый обновленный фонарик. То есть, если в HyperOS 2 обычной версии мы вот так вот просто нажимаем, у нас фонарик активируется. Здесь же мы с вами можем выполнять, как бы-то, удержание в шторке. Давайте я вам сейчас опять назад вернусь. Мы выполняем удержание в шторке, попадаем в новую карточку активации фонарика. И плюс у нас добавляется здесь еще регулировка его яркости. Опять же, в комментариях были разные мнения касательно данного момента, но я считаю, что почему бы и нет. И в принципе, почему я должен смириться с тем, что у меня по умолчанию там максимальная яркость, и почему я не могу ее регулировать. И вот только сейчас компания Xiaomi всю эту историю добавляет. Плюс у нас в шторке еще становится доступно уведомление о том, что активирован фонарик, и шторки также мы его можем выключать, если попадем по соответствующей клавише. Еще из интересного, что я могу отметить по данному обновлению, что в обычной HyperOS 2 у нас сетка рабочего стола была лишь только стандартной и плотной. Да, можно было поставить стоковые обновления, которые мы выкладываем у себя в Telegram канале, и получить вот такой вид на три именно вариации. И опять же, по стандартному и плотному многие жаловались, что это очень неудобно. И лишь только когда выходит обновление 2.0.100.0, ну или там 107.0, как в моем случае, только сейчас добавляются вот эти сетки для рабочего стола. Почему разработчики это изначально убрали, непонятно, но как бы что есть, то есть, от этого мы с вами и отталкиваемся. И теперь еще многих интересует вопрос, что же касательно анимации и того всего, как в принципе устройство работает. Могу отметить следующее, что в принципе я ими остался доволен, что на HyperOS 2, что на HyperOS 2.0.100.7.0. Да, вы можете мне сказать, что еще есть куда допиливать, это понятное дело. Но по сравнению с той же, к примеру, HyperOS 1, действительно заметно то, как разработчики выполнили свое домашнее задание. Ну и плюс, как они собирали обратную связь от многих пользователей. Но опять же, еще хотел бы сделать небольшое такое отклонение от темы. Потому как оптимизация, быстродействие, анимация и прочее, это все как бы такой более субъективный вариант. Ибо, как вы понимаете, что мне нравится один момент, а вы наоборот можете сказать, что вам эта вся история не подходит, и что как бы анимация вообще какие-то кривые, косые и прочее. Но опять же, по моему субъективному и личному мнению, анимации в новых HyperOS 2.0.100 ставлю на порядок выше. Ну и что же, казалось бы, обновление HyperOS 2.0.100.0 или 10.0.0, оно не должно было привнести чего-то прям сверх ваус, чего-то сверх нового. Но, как вы видите, все же можно что-то выцепить из этих обновлений. Хоть разработчики и пишут, что там обновление патчей безопасности, что там какие-то мелкие фиксы и прочее, это все понятно, но все равно мы с вами умудряемся что-то интересное найти для своего устройства. Потому если вам придет это обновление, вы можете на него обновляться, но помните еще один такой интересный момент, что все показанные фишки в сегодняшнем видеоролике могут отличаться от сегмента и класса смартфона. И то есть, если у меня условно на Xiaomi 15 или же Poco F6 есть возможность регулировки яркости фонарика, то нет 100% гарантии, что такая же регулировка яркости будет, ну к примеру, на Redmi 14 или Redmi 14C. Так что этот момент вам важно учитывать. Ну а если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok